Отсутствие менструации в ожидаемое время может заставить нервничать кого угодно, даже если речь идет всего лишь о первом дне задержки. Что уж говорить об опоздании месячных на пять дней, и при отрицательном тесте есть о чем волноваться, особенно если кроме самой паузы в цикле есть еще какие-то дополнительные симптомы. Даже если месячные после задержки в пять дней все-таки пришли, подобные сбои могут означать, что в организме что-то не в порядке, и лучше бы вовремя разобраться, разовая ли это акция, например, из-за стресса или нарушения носит системный характер и требует лечения. Кроме того, разумеется, отсутствие менструации может означать, что ты все же беременна. Тесты не дают стопроцентной гарантии. Прежде всего нужно исключить беременность, поскольку это одна из самых вероятных причин, почему месячные не приходят. Если у тебя в пределах последнего цикла был сексуальный контакт с человеком противоположного пола, независимо от контрацепции, которую ты использовала, существует некоторая возможность зачатия. Ни одно средство не дает полной гарантии, кроме воздержания. В этом случае стоит приобрести в аптеке тест на беременность и использовать его по назначению. Если тест показывает отрицательный результат при задержке месячных на пять дней, беременность стоит исключить с помощью дополнительных обследований, сдать анализ крови на уровень хорионического гонодотропина человека. Если этот уровень высок, значит тест был ложно-отрицательным. Если концентрация ХГЧ низкая, скорее всего, причина задержки не в том, что ты скоро станешь матерью, а в чем-то другом. Существует несколько факторов, которые могут повлиять на твой цикл, отсрочив появление месячных. Мы описали девять причин, почему возникает задержка месячных на пять дней, десятая причина – беременность. В целом задержка или отсутствие месячных могут быть признаком как изменений в жизни, так и медицинских проблем. Если обычно твой цикл достаточно регулярен, тебе нечасто приходится нервничать из-за задержек. Скорее всего, они вызваны какими-то разовыми ситуациями, и все вернется в норму, когда эти ситуации перестанут существовать. Если же проблемы с циклом продолжаются дольше двух месяцев подряд, стоит обратиться за консультацией к врачу. Также посетить врача необходимо, если будет хорошо, если ты сможешь предъявить доктору детальные записи о своем цикле, когда и насколько была задержка, что этому предшествовало, что менялось в жизни. Соревнования, отпуск, стресс на работе, болезни. Тогда ему намного проще поставить диагноз. Скорее всего, для начала врач попробует скорректировать ситуацию с помощью правильного питания, сбалансированный рацион способствует нормализации гормонального баланса. Возможно, придется также попить лекарства. Не факт, что терапия сразу искоренит нерегулярный цикл. Однако ты по крайней мере будешь знать, что происходит в твоем теле и не будешь так сильно волноваться, а со временем и организм починиться. Продолжение следует...